Послание отца Абсолюта от 15 декабря 2022 года. Программа помощи землянам в переходе. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о том, каким образом взаимодействуют между собой представители инопланетных цивилизаций, принимающие участие в Вознесении Земли. Для того, чтобы эта помощь была разумной и эффективной, Галактическая Федерация Света была создана специальной программой помощи землянам в переходе и были задействованы те цивилизации, которые наиболее тесно связаны с вашей планетой. Эта программа включает в себя три этапа. Первый – это наблюдение за происходящими на Земле событиями и анализ ситуации. Представителями ГФС осуществляется постоянное сканирование энергетического поля Земли с тем, чтобы отслеживать любые вибрационные изменения на вашей планете. Это очень важно, поскольку разница в вибрациях жителей Земли и высокоразвитых цивилизаций слишком велика, и чтобы не навредить землянам, следует постоянно корректировать допуски возможного вмешательства в их дела. Второй этап – это скорости способы реагирования в случае возникновения опасности, грозящей уничтожению человечества. Такое вмешательство в дела землян возможно лишь тогда, когда проявлена свободная воля людей, обратившихся за помощью к силам света. Другими словами, люди должны сами осознать наличие угрозы для их жизни и сделать все от них зависящее, чтобы себя защитить. И таких людей становится на Земле все больше. Они не только осознали грядущую катастрофу, но и начали предпринимать действия для ее предотвращения, что дает право дружественным вам, инопланетным цивилизациям, поддержать их усилия. И хотя количественный перевес все еще на стороне непробудившейся части населения Земли, свободная воля пробужденная дает право вашим галактическим братьям содействовать вам в борьбе против ваших поработителей. Способы их реагирования могут быть самыми разными, в зависимости от степени опасности. Иногда достаточно энергетически обезурядить того или иного представителя глубинного государства, а иногда и физически вывести из воплощения, если его присутствие на Земле несет гибель миллионам людей. Конечно, речь здесь идет не о людях, а о драко-рептилиях, воплощенных в человеческих телах, которые стоят во главе всех совершаемых на Земле злодеяний. И, как вы знаете, многие из них покинули этот мир на протяжении последних месяцев в этом решающем для вас году, который проводит черту между отжившим свой век трехмерным миром и грядущим новым миром четвертого измерения. Если же появляется опасность уничтожения человечества путем применения ядерного либо биологического оружия, в ход идут передовые технологии, способные обезвредить это оружие, что было сделано уже не раз. Третий этап – это глобальное и всестороннее сотрудничество с землянами на физическом плане. Но пока это дело будущего. Сейчас в активной фазе находятся лишь первые два этапа. На этом и остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Продолжение следует...